Ведновчане об этом. Мне нравится то, что можно на лыжах кататься, на коньках. А вот если с детства вспомнить, как вы проводили зиму? Ой, целыми днями гуляли. То на санках в лес. С лыжами это ж вообще, пока не было нового микрорайона, это как утром уйдем на лыжах. Уже темно, а мы все в сосульках. И идем домой, ползем, просто ползем. Сейчас, конечно, нет такого у детей. Сидят все по домам, никто не гуляет. Катались на санках из горок. Горки-то большие, на этом самом Дедосар. Громадные, там очень интересно было. С этой горы играли. Внизили на лыжах. Играли снежки. Ну, очень интересно было. Тогда не было интернета. В горок катались, на коньках, в хоккей играли. На лыжах. Ну, всем занимались. Телефонов не было, вот и гуляли целыми днями. И с нетерпением ждали новогоднюю ночь, когда Дед Мороз принесет подарки. Всей семьей будем открывать. Мы уже сейчас катаемся с горки, но лепим снеговика. Снег. Вокруг все белое, все чисто. Скоро Новый год, елочки белые. Да, очень красиво. Я всегда ждала, всегда ждала Новый год, праздники, украшения. Одевали подарки, мандарины. Ну, в общем, это было очень здорово и красиво. То, что можно покататься, ребенка покатать там на санках, с горки. Я жила в селе. Мы ходили, там пруд замерзал. И ходили, вот с Дедушкой мы любили ходить, потому что Дедушка, конечно, там не такой строгий был. Там бабушки, мамы. Все нам позволял кататься, с горки кататься, снеговика лепить, снежки играть. Просто чистить двор любили. В детстве я росла в Казахстане, в Северный Казахстан. Там зима, так зима. Но здесь это не зима. Там зима, так мороз, снег, сугроб, ветер. А здесь у нас, ну, что это за зима? Это не зима. Это не зима. Сейчас будут сугробы. Надеемся, и мороза бы побольше. А то, ну, что это, 0 градусов, разве это зима?